Владимир Путин обратился сегодня с посланием к Федеральному собранию в ходе полуторачасового выступления. Президент России дал свою оценку положения дел в стране и в виде неосновных задач на перспективу. Фундаментальной основой послания является предложение Путина провести реформу надзорной деятельности до 2021 года. Такое мнение выразил глава счетной палаты Алексей Кудрин. В частности, глава государства в послании к Федеральному собранию подчеркнул, что действие всех ныне существующих нормативных актов контрольно-надзорной деятельности должно прекратиться в 2021 году. Им на смену через два года должны прийти документы, соответствующие современным требованиям. Надо улучшать деловой климат и повышать привлекательность национальной юрисдикции, заявил Путин в ходе послания к Федеральному собранию. Он поручил правительству сформировать максимально комфортные условия для инвестиций в высокотехнологичные стартапы. А законы не должны препятствовать развитию технологий, а бизнес не должен постоянно ходить под статьей и чувствовать риск преследования. А России надо форсировать модернизацию инфраструктуры, подчеркнул президент. Нацпроект является историческим шансом для развития экономики и бизнеса в России. Объем закупок оборудования составит около 6 триллионов рублей. При этом закупки в рамках нацпроектов должны опираться на отечественных производителей. ДРСНД устарел, признал Путин, но США не должны были использовать надуманные предлоги для выхода из него. Вашингтон сам все нарушает, а потом ищет виновных, заметил президент. Если США разместят ракеты средней дальности в Европе, Россия предусмотрит как зеркальные, так и асимметричные меры. И Путин выразил надежду, что Евросоюз предпримет реальные шаги по восстановлению нормальных политических и экономических отношений с Россией. Также, по словам Путина, Россия намерена развивать диалог с Японией для заключения мирного договора. Подробности на бизнес-ФМ. Пересчет пенсии, ипотечные каникулы и земский учитель свое ежегодное послание Федеральному собранию. Владимир Путин начал с социальных вопросов. Президент в самом начале речи анонсировал, что послание будет сосредоточено на вопросах внутреннего социального и экономического развития. Про ответственность чиновников. Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что там нельзя, здесь слишком сложно, там слишком планка высокая, не получится. Вот с такими настроениями лучше к снаряду не подходить. Про пенсии. В этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми. Многие здесь в зале понимают, наверное, о чем идет речь. Мы ведь или из регионального, или из федерального бюджета доплачивали до так называемого прожиточного минимума пенсионера. Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было. Возникшую несправедливость, а это безусловно так и есть, надо немедленно устранить. Уже с текущего года индексация пенсии и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии ежемесячных денежных выплат. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили. Первое. Важно, чтобы рождение и воспитание детей не означало для семьи риска бедности, резкого снижения уровня благосостояния. Вы знаете, что у нас уже предусмотрены выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет. Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Пора сделать следующий шаг. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на членов семьи. Второе. Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысяч рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тысяч рублей. Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой. Больше детей, меньше налог. Про поликлиники. Здравоохранение. Знаю, что его нынешнее состояние, уровень доступности медицинской помощи, он с одной стороны вроде как растет, но тем не менее многих граждан не устраивает. До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, я хочу это подчеркнуть, именно во всех, без исключения населенных пунктах России. Сейчас в ряде регионов реализуется проект «Бережливая поликлиника». В результате время ожидания в регистратуре у кабинета врача в среднем сокращается в 3-4 раза. Я был в таких поликлиниках. Работают очень здорово. Очень хорошо. Гораздо лучшие условия создаются для людей с ограниченными возможностями, для родителей с детьми. Но таких поликлиник, к сожалению, пока очень мало. Поручаю правительству уже в этом году утвердить высокие стандарты «Бережливых поликлиник». Про свалки. Многие полигоны переполнены. Они десятилетиями скапливались там эти отходы. Полигоны превратились в настоящие горы хлама вблизи жилых кварталов. Кстати говоря, тоже интересно. Ну как давали разрешительную документацию выдавали на строительство жилых кварталов рядом с этими помойками и свалками? Кто об этом подумал? Должны были подумать. С этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Но если все сведется к росту платы за вывоз мусора, это не работа, а профанация. Говоря о здравоохранении, президент напомнил про программу «Земский доктор», когда врачи получают миллион рублей, опережая работать в село, и предложил снять в этой программе возрастные ограничения. Аналогичную программу он предложил ввести для учителей, чтобы педагог, который захочет переехать в село, получал единоразовую выплату в миллион рублей. Кроме того, Путин предложил ввести ипотечные каникулы, то есть осрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. На отдать им возможность сохранить свое единственное жилье, кредит передвинуть и погасить позднее, заявил президент. Итоги послания бизнес-фам обсудил с директором Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгием Остапковичем. Главная задача, которую поставил сегодня Путин, это социальная помощь низкодоходной категории семей. То это будет очень серьезная, может быть, даже невыполнимая задача для отдельных регионов. У них сегодня резерва нет для выполнения такого задания. С другой стороны, есть федеральный бюджет. Президент говорил не просто так, он прекрасно понимал, что регионы могут не справиться с этой задачей. Значит, они в случае объяснения ситуации получат поддержку от федерального бюджета. Залечаясь по ипотечным каникулам, как Вы считаете, не поспособствует ли это росту цен на жилье? Ипотечные каникулы, это, конечно, дело очень хорошее. Но рост цен на жилье зависит во многом не от ипотеки, а во многом зависит от тех факторов, которые сейчас происходят в строительстве. В мегаполисах, в крупных городах, типа Москва, Санкт-Петербург, это может дать отрицательную реакцию. Но Россия состоит не только из мегаполисов. Там можно ожидать позитивного эффекта, если действительно опустится ставка по ипотечным кредитам. Но мне кажется, что эта ситуация малореализуемая. Потому что позиция Центробанка, пока мне, например, не видится, что она направлена на понижение ключевой ставки, то тогда ипотечная ставка не может снижаться. Тем более до 8% это маловероятный исход. У нас сейчас рынок микрокредитования, точнее с заявлениями Путина о том, что необходимо с этим рынком разобраться. Что это может значить? Я думаю, что микрокредитование как было, так и будет. Но только над ним будет установлена более акцентированная регулятивная деятельность. То есть будут ограничивать в процентах кредитов, в нормах кредитов. То есть микрокредитование будет, конечно, усилено регулированием, но отменено оно не будет. Это невозможно сделать даже силами ЦБ. Георгий Остапкович в Госдуме на поручение отреагировали сразу. Законопроект об ипотечных каникулах будет внесен на рассмотрение уже на следующей неделе, заявил глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Оксаков. Минтрут оперативно подготовит законопроекты для реализации распоряжения. Об этом заявил министр труда и судзащиты Максим Топилин. Он отметил, что основная задача для ведомства сейчас обеспечить законодательную основу для всех инициатив, озвученных президентом. В свою очередь, Пенсионный фонд оценил затраты на индексацию пенсии по новому принципу. Бюджету это обойдется в 150 миллиардов рублей, заявил РБК, председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов. Сроки выполнения 6 лет. Всего получателей федеральных и региональных социальных доплат в стране порядка 6 миллионов граждан, добавил Дроздов. Пересчет недополученных пенсий, ипотечные каникулы и земский учитель в свое ежегодное послание Федеральному собранию. Путин начал с социальных вопросов, в частности, семьям с детьми снизят налоги, а учителя, приезжающие в село, получат миллионы подъемных. Ипотечники в случае потери доходов получат отсрочку по выплатам. Также президент подчеркнул, что зарплата бюджетников должна расти не ниже уровня инфляции. Около 19 миллионов России находится за чертой бедности, это слишком много, констатировал президент, он предложил ввести в практику для борьбы с бедностью социальные контракты, также в ее рамках Путин потребовал навести порядок на рынке микрокредитования. Путин отметил, что рождаемое снижается, однако он убежден, что к 2024 году страна сможет возобновить естественный прирост населения. Среди мер Путин предложил снизить имущественные налоги для семей с детьми, установить для них льготную ставку по ипотеке на весь срок кредита, а семьям с тремя и более детьми выделять по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Президент предложил при расследовании экономических преступлений присмотреть поводы для заключения подстражу, а также для автоматического продления арестов. Кроме того, нужно изменить критерии уголовного преследования бизнеса, включая определение группы лиц по предварительному сговору подробностей. Судил с политологом Георгием Бовтом. Как вы в целом можете оценить послание, может быть, сравнив его с прошлогодним, какие у вас впечатления? Оно носит более социальный характер, и даже объем сделанных социальных обещаний, насколько я понимаю, превышает прошлогодний. Тогда он был достаточно скромен в своих посулах, сейчас, в общем, так довольно широко. Есть запрос на то, что общество беднеет, вернее, запрос есть на то, чтобы бороться с тем, что общество беднеет, бороться с бедностью и социальной несправедливостью. Дело в том, что Путин искренне верит в то, что материальный фактор является решающим для россиян, как нации, в принятии решения о том, чтобы размножаться и плодиться. На ваш взгляд, насколько это все выглядело убедительно? Это, в общем-то, хорошее начинание, чтобы его критиковать. Социальные программы, на первый взгляд, становятся более таргетированы. В них появляется элемент социального контракта, даже термина. То есть это не просто по-советски раздача целым категориям, размазывание по категориям социальным каких-то ограниченных ресурсов, а составляющие на тех, кто наиболее в них нуждается. Причем под ответственность, чтобы эти люди работали и зарабатывали, они просто сидели на пособии. Надо сказать, что Европа и Америка, ну, сначала Америка, еще в 70-х годах прошлого века, Европа на пару десятилетий позже, они пришли к этой идее, в общем, достаточно давно. Георгий Бовт. ДРСМД устарел, об этом Владимир Путин заявил в послании Владимира в Федеральном собрании. При этом он отметил, что Вашингтон сам все нарушает, потом ищет виновных, а своих сателлитов заставляет подхрюкивать. Больше детей, меньше налог. Большая часть послания президента была посвящена социальным проблемам. Он отметил, что уже в этом году люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Говорил о пенсиях, медицине и образовании. Подвести черту. Путин предложил с 21-го года прекратить действия всех существующих нормативных актов в сфере контроля и надзора, а за оставшееся время полностью обновить нормативную базу. Также в своем послании Путин выразил надежду, что Евросоюз предпримет реальные шаги по восстановлению нормальных политических и экономических отношений с Россией. По словам Путина, Россия намерена развивать диалог с Японией для заключения мирного договора. Нужно было по-честному сказать, а не использовать надуманные обвинения для выхода. В ходе послания Владимир Путин высказался по поводу выхода США из договора ракет средней и мельшей дальности. По его словам, США сами все нарушают, потом ищут оправдания и назначают виновных. Путин заявил, что Россия не намерена первой размещать ракеты в Европе. Россия не намерена, это очень важно, я повторяю это специально, Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на европейский континент, а США такие планы имеют, во всяком случае, мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности. Создаст для России серьезные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть и зеркальные, и асимметричные действия. Что это значит? Скажу уже сегодня, прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружения, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов. Путин опомнил, какое разрабатывается оружие. Началось серийное производство комплекса «Авангард», производство ракет «Сармат», новейшее оружие пересвета «Кинжал», по его словам, показало свою эффективность. Проходят испытания «Буревестника» и «Посейдона». Весной этого года российские военные спустят на воду первую атомную подводную лодку, на которой будет установлен беспилотный аппарат «Посейдон» неограниченной дальности. Как заявил Путин, Россия хотела бы, чтобы у нее были равноправные полноценные отношения с США, но приходится обороняться, и это не ее вина. Вашингтон тем временем не замечает, как меняется мир. Комментируя договоры о ДРСМД, глава государства своеобразно выразился о партнерах США. По словам президента, Вашингтон сам нарушает условия договора, ищет виновных, а своих сателлитов заставляет подхрюкивать. Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу. Представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что ей любопытно, как высказывание президента будут переводить зарубежные СМИ. Подробности никак не перевели, да и само высказывание российского президента про союзников США решили не публиковать. Иностранные переводчики нередко сталкивались с непереводимыми фразами русского языка. Так Никита Хрущев на ассамблее ООН бы обещал показать американцам кузькину мать. Переводчик Хрущева выполнил буквальный перевод «Кузькина мада», который привел слушателей в замешательство. Многие жители Америки решили, что так называется какое-то новое секретное оружие русских. В дальнейшем фразу перевели как «Мы покажем вам, что есть что». Мы спросили у британского бизнесмена Ника Риза, как бы он перевел слово «подхрюкивать» на свой родной язык. Даже не знаю, что и сказать. Эта фраза в таком контексте может иметь так много значений. Но я бы перевел ее как «тянуться за кем-то», то есть «ими кто-то управляет», указывает, что делать. В своем выступлении Владимир Путин не упоминал дело американца Майкла Калви. Но когда президент заговорил о том, что бизнес не должен ходить под статьей, многие вспоминали последние новости о топ-менеджерах «Беринг-Восток». Путин упомянул случаи, когда сотрудники только из-за совместной работы попадают под статью. Это тоже можно примерить к последнему громкому делу. Как, впрочем, и к многим другим делам против бизнесменов. Нужно внимательно посмотреть на критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут попасть под такой квалифицирующий признак, как группа лиц по предварительному сговору. Ну, это вообще ерунда какая. Ну, такое бывает, к сожалению. И это влечет за собой более строгую меру пресечения на этапе следствия и более тяжелое наказание позднее. Кроме того, при расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. Сегодня это происходит порой без веских оснований. Например, из-за того, что не хватает времени на проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий. Вот с генеральным прокурором, с председателем суда Верховного, мы говорим на этот счет. Ну, действительно, смотрите, человек сидит за решеткой, его ни разу в течение низких месяцев не вызвали на допрос. Прокурор спрашивает, почему надо просто не завалить. В отпуске был следователь отвечает. Кстати, раньше Владимир Путин предлагал вообще не заключать под арест по экономическим делам. Сейчас же он говорит уже о том, чтобы не продлевать сроки содержания под стражей, комментирует политолог Константин Симонов. Возьмите предыдущее послание, там постоянно звучала тема силового преследования предпринимателей. Путин прямо говорил, что их предприниматели преследуют, сажают по неэкономическим преступлениям, придумывают эту историю. И вот раз за разом вся эта история повторяется. При этом вот сейчас буквально, прям вот как по иронии, суть будет такой громкий случай, причем сам странным предпринимателем. Его защита выступает огромное количество бизнес-ассоциаций. Там Борис Титов выступает, который, в общем-то, непосредственно часть президентской администрации. И вроде как там рядом с президентом должен быть. И, наверное, они тоже участвовали в подготовке вот этой части послания. То есть арестован человек, они говорят, что он арестован несправедливо. Путин через несколько дней выходит на трибуну, говорит, требуем улучшить деловой климат. Добросовестный бизнес не должен находиться под статьей. Естественно, возникает вопрос, а как все это сочетается с практикой? И вот это ощущение, конечно, что говорится одно, а делается совершенно другое. Во вторник Российский союз промышленников и предпринимателей и несколько иностранных торговых палат направили обращение Александру Бастрыкину. Они просили, чтобы для Калви изменили меру пресечения на домашний арест. В американской торговой палате считают арест Калви следствием бизнес-конфликта. И сейчас в тесном контакте с его коллегами по Беринг-Восток, говорит президент американской торговой палаты Алексис Радзянко. Реакция на это крайне эмоциональная и вызывает большую-большую озабоченность. Как мне многие говорят, каждый из нас думает, если с ним могло случиться, то с каждым. И каждый думает о себе в этой клетке. До сих пор было такое понимание, что вот такие вещи случаются, когда споры россиянин с россиянином, что иностранцы несколько имеют иммунитет к таким методам решения споров. А теперь оказывается, что нет, что все одинаково открыты к такому риску. И, соответственно, поменялось уравнение риска. То есть со стороны риска прибавилось. И, соответственно, чтобы идти сюда на вот такие прибыли, нужно иметь в виду, что как бы риски не только бизнесовые. Риски тоже есть и личные. Следователи по делу Калви явно не в отпуске. Уже после выступления президента пришли сообщения, что топ-менеджерам «Бэринг-Восток» Вагану Абгариану и Ивану Зюзину предъявлено обвинение. В четверг его предъявят и Майклу Калви.